Портрет 16 метров в длину и 18 в ширину. Вместо холста – стена дома. Такой необычный подарок получила к своему дню рождения всемирно известная балерина Майя Плесецкая. Гигантское изображение примы комфортно разместилось в самом центре Москвы на Большой Дмитровке, среди исторических зданий и вывесок. При поддержке городских властей оформил граффити модный уличный художник из Бразилии Эдуардо Кобра. А еще лет 10 назад такое было бы невозможно. Стрит-арт был нелегальной культурой, и в этом определенный вкус, но вот сделать такую работу нелегально невозможно. На протяжении 8 дней здесь ставили 2 автокрана, 2 автовышки, это пешеходные улицы, и, конечно, никто без разрешения 8 дней на одной из центральных улиц города Москвы работать не даст. Разрушая стереотипы, стрит-арт давно вышел из подполья и не ассоциируется уже только с непонятными для многих надписями на заброшенных зданиях, во дворах и подъездах. Сегодня уличное искусство – часть городской культуры. Стрит-арт от очень своих узких корней, работа баллончиком с краской, он заимствует другие техники, он смешивается с другими направлениями. Кто-то там использует трафареты, кто-то использует постеры, кто-то использует валики, кто-то использует какие-то инсталляции, кто-то использует проекторы, кто-то просто собирает какие-то арт-объекты. Сейчас стрит-арт – это, в принципе, любое искусство, которое делается подручными материалами на улице. Когда Евгений Чест только увлекся стрит-артом в конце 90-х годов, в России еще не было ни интернет-ресурсов, ни других источников информации, на которые художники могли бы опираться. Было сложно начинать, и процесс развития у художника, который хочет заниматься граффити, шел очень медленно. Сейчас за год человек, который просто решил заниматься чем-то интересным стрит-артом или граффити, он может подняться на ступень прямо выше, потому что интернет, миллион информаций, граффити уже более популярно. Три года художник пытался совмещать творчество и официальную работу, но вскоре понял, что баллончики с краской могут приносить не только удовольствие, но и неплохой заработок. У меня очень много проектов, как коммерческих, так и творческих, в которых пространство очень сильно отличается друг от друга. Для себя я рисую иногда, натягивая цлофановую пленку между деревьев. Я подчеркнул этот момент в Европе. Сочетание урбанистического граффити с лесными пейзажами и ландшафтами очень интересно смотрится. Один из самых масштабных проектов, в которых принимал участие Евгений – роспись Химковской высотки в 23 этажа. Мастера стрит-арта работали тогда на высоте 50 метров, и в сером спальном районе на окраине Москвы появилась настоящая саванна с жирафом, слоном и зеброй. Люди реагируют в большинстве случаев, конечно, положительно. То, что интересно могу вспомнить, это когда я рисовал леттеринг, свой шрифт на каком-то заборе, и мимо шла бабушка и сказала, «Ой, какая красивая лошадь!» То есть каждый что-то видит свое в моем творчестве. А этот уличный художник из Минска пока только строит грандиозные планы. Марат ищет свой собственный стиль, планирует сделать из хобби профессию и пробует себя в разных техниках. Ему, например, принадлежит идея украшать город разукрашенными масками из гипса. Знаю даже нескольких людей, которые вот проходили мимо, хоп, себе на баме сковырнули, и теперь они у них дома хранятся. Кто-то просто их, может, разбивает. Вот некоторые висят долго. Вот в Витебске я ездил пару лет назад и возил с собой штук, наверное, 20 маленьких масок, и штук 7 висят до сих пор. Работы Марата иногда живут всего лишь в течение одного дня. Но недавно осуществилась мечта художника. Вместе с командой он оформил целую стену в одном из минских двориков. Такой стрит-арт проживет гораздо дольше. Иногда не хватает каких-то материалов, трудно найти место. Вообще основная проблема то, что в Минске, в Беларуси часто очень... Ты сделал какую-то работу, к вечеру ее уже нету. Хотя даже к этому можно привыкнуть, приспособиться точнее. Есть такая тенденция, что стрит-арт, он живет и влияет через интернет. То есть если ты сфотографировал, снял что-нибудь, какой-нибудь материал, то все, можно не беспокоиться, что ее снимут, и ее не будет. Хотя стрит-арт сегодня переживает настоящий бум, творчеству уличных художников до сих пор сложно находить компромисс с законом. Процесс согласования проекта с городскими властями может занять месяцы. Но два года назад произошла настоящая революция в уличном искусстве. В Москве прошел первый ежегодный фестиваль стрит-арта «Мост». Художники получили возможность выйти на улицу на реальные объекты, где-то нарголите рисовать, да, и мы раздали объекты. Вот, и в 19-м году был стартовый фестиваль «Наш Мост». После этого мы поняли, что все-таки эксперимент удался. Есть понимание, то есть художники понимают какую-то грань, которую, ну, нецелесообразно переходить. Мы поняли, что чиновники готовы воспринимать это искусство, они не готовы там поставить большие припоны. Мы поняли, что жителям это интересно. И вот таким образом в конце 2017 года по результатам фестиваля «Мост» нам посчастливилось встретиться с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Мы показали, что мы делаем, рассказали про наш опыт, про наши мысли и попросили поддержки, чтобы это искусство поставить на благо города. И после этого мэр дал добро, сказал, ребята, молодцы, я вас поддерживаю. Тогда фестиваль длился почти 4 месяца. За это время в столице появилась целая галерея под открытым небом. 20 уникальных арт-объектов общей площадью более 2000 квадратных метров. А это почти 1500 баллончиков и 150 литров фасадной краски. Мы уже какую-то взяли высоту первую, да, что стрит-арт вышел на улицу города Москвы, стал узнаваем, понимаем, это первая высота, первый шаг. Следующим шагом, на мой взгляд, важным является вовлечение уже жителей, да, чтобы жители не просто были зрителями того, что происходит, но чтобы жители, может быть, могли выбирать, да, чтобы мы могли предложить несколько вариантов, сказать, что бы вы хотели. Может быть, какое-то голосование, да, и тогда уже у жителей будет другой интерес. Чтобы увидеть современное искусство, необязательно идти в галереи или музеи. Стрит-арт ждет жителей мегаполисов прямо на улицах. Часто еще и довольно бюджетно маскируют не самые приглядные городские пейзажи. Хотя народ не всегда готов к прекрасному под открытым небом. Мне бы хотелось, чтобы появлялись такие работы, которые могут... Ну вот что интересно самим художникам? Это даст возможность молодым талантливым ребятам проявить себя, горожанам соединить в своем восприятии мира, наверное, вот воедино, пространство, город, краски. И мне кажется, это все даст вот эту вот радость и полноту жизни. Стрит-арт удивляет, радует, иногда даже шокирует прохожих. Но точно не оставляет после себя зрители равнодушными, а городские постройки умилыми и похожими друг на друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова